итак всем привет сегодня я хочу поставить вот этот новенький samsung 980 pro ssd вот через такой вот переходник на разъем pci-express на материнскую плату asus p5k 775 сокет стоит здесь уже процессора xeon 5460 материнка под него прошита то есть стоит прошитый bios как вы видите сейчас у меня стоит два hdd шника один на 150 уже который у меня выдает ошибку то есть там какой-то видимо битый сектор и 2 на 2 терабайта который я пользуюсь но которым пользуюсь на хранение всяких там нужных файлов потому что этот скоро отхлебнет и на нем стоит операционка вот этот новенький samsung ssd шник я купил за 5000 савита как видите он не распакован человек он просто видимо не понадобился не подошел такой в магазине на ситилинге стоит по моему 8 300 вот еще был вариант купить какой-то китай там не было вообще ни слова про samsung написано но 990 pro там было как бы он выглядит максимально как samsung но самсунга не было что на все он был еще на терабайт и стоил 3000 но это совсем уже наверное какой-то дешман переходник не обошелся в 300 рублей на озоне приехал буквально за полдоня итак вот я соединил до этих новых красавца вместе впервые у меня в руках находится не что такое новое дорогое в плане компьютера имею ввиду потому что у меня система как вы видите не самая навороченная не самая новая стоит gtx 660 две плашки samsung ddr 3 xeon 5460 материнская плата p5ks и два старых диска вот так же стоит еще дополнительный этот блочок для интернета потому что у меня старая материнка его не ловила то есть там гнездо было сломано но я по привычке поставил второй разъем экспресса у меня есть вот он черный он у меня x16 второй версии то есть должно работать относительно неплохо но разумеется все станет не совсем уж так просто надо будет сейчас перепрошивать bios с этим не поможет never channel вот есть сейчас с ним связался он просит мне скинуть меня скинуть ему bios и код ssd шника сейчас я вам все это дело покажу значит заходим управление компьютером дисковое устройство вот видим samsung ssd вот который показывал потом дальше сведения выбираем последнее изделие родительский объект и вот это вот все мы копируем и отправляем в чат вот скинул уже последнюю прошивку которым я с xeon через 10 минут сказал будет готова вот так вот выглядит переходник все флешка с виндой и прошивка уже на готове так ну все скинули мне прошивку уже скачал себе в биосе должен появиться раздел перенес его на флешку где мне стоит винда сейчас буду пробовать то есть уже вставил в комп выхожу в bios прошиваю его и смотрим появится мне раздел либо у меня окирпичится материнская плата кстати скачал еще такую программу чтобы у меня компьютер видел жесткий диск вот он его поставил буковкой s типа samsung все то есть я могу им пользоваться уже файл сюда переносил уносил удалял все работает с помощью программы но это вы можете посмотреть как создать ssd диск на материнской плате если она его не видит как бы ну она нет винда 10 увидит но пользоваться как диском можно только через программу вот мы все пошел я пробовать прошиваться флешку берем любую можно 4 гигабайта можно занимает 1 мегабайт вставляем в разъем именно материнской платы не корпуса именно материнской платы так все вставил флешку все засветилось заработано она у меня отобразилась тут у меня винда и собственно вот вот этот файл это оригинальный файл на него удалим далее берем вот папка 771 закидываем на флешку и закидываем его на флешку так все закинулась далее перезагружаемся и вот внимательно нюанс для тех кто привержен всяких мифов да может так делать и не нужно сейчас у меня стоит xeon я буду прошивать биос на xeon и так говорят нельзя но я уже перед этим только шутил все работает сейчас показываю все флешка у нас торчит вот черненькая перезагружаем систему закрываем хрум перезагрузка и заходим биос клацаем делать чтобы зайти в биос сейчас он нажимаете делает все сейчас откроется биос мне но это конечно ошибка она будет каждый раз я именно из-за этого сейчас я решил перепрошить думал что может причина биосе но в итоге оказалось что не далее заходим в раздел туз этой материнка asus и тут есть asus ez flash 2 ну easy flash 2 в общем так называем по моему все далее диск c отображается нам нужно попасть на флешку флешка у меня вот такая нажимаем так вот открылась флешка и вот нас наш биос нажимаем на него enter у нас идет проверка файла она проверяет подойдет не подойдет самое главное чтобы не пропал свет вы реально готовы перепрошить bios перепрошить обновить да все пошел у нас типа считка и запись нового биоса если такие вот нюансы может дойти шкала не до конца это чисто графический нюанс поэтому не переживайте все нормально все биос обновлен система будет перезагружена через пять секунд теперь у нас включается система и по идее сейчас первый раз ошибку покажет что установлен новый процессор но она его распознает они все ничего даже не показывал все все работает ну все наконец-то дело дошло до установки винды с горем пополам я уже навешал новую винду на флешку уже на другую потому что это почему-то не захотела видеться через там окно биоса в общем все сейчас устанавливаю и пробую кстати да устанавливаю я уже на новый ссдшник винду так что все после установки захожу сразу в bios попутно отключаю старые ненужные hdd и пробу будет ли видеть у меня материнка и будет ли она запускать ссдшник с виндой вон там ссдшник этот вот hard стоит старый на 2 терабайта компьютер выключен включаю вон тот падла замергал вот и все что тут получается где-то 20-30 секунд заняло полный запуск ну что можете меня поздравить все каким-то чудесным образом заработала уже тут да забыл сказать сама лично я не стал перепрошивать bios доверил это дело человеку которым этим занимается практически на постоянной основе у которого есть уже все нужные программы потому что дело это заняло у него буквально минуты пять нежели чем я ковырялся бы тут весь вечер установил кучу программ какие-то нужные ненужные и не факт что у меня вообще бы все получилось будет даже подвести какому-то общему итогу в общем я ему скинул все что показал изначально видео он мне присылает готовые прошитый bios я его заливаю и все потыкавшись немного в bios и мне в папке advance удалось найти hcl включить его и все это было единственное то что связывало хоть как-то bios и жесткие диски то есть м2 немножко поменял себе рабочий стол в общем вон стоит этот новый ssd шник остался старый hard получается на 2 терабайта который у меня как склад используется сейчас его продемонстрирую где этот мой компьютер вот вот этот новый ssd шник на 500 и на 2 терабайта hard вот моя помоечка самое что интересно система то есть windows при установке он видел новый ssd шник он на него установился но при этом bios его так и не видит то есть прошивка вроде бы она как бы что-то установила но при этом она работает но не работает я не знаю как это правильно объяснить видимо какие-то старые системные файлы остались на моей помойке потому что если я отключаю hard ну то есть диск вот этот жесткий старый то система не запускается если он подключен система запускается он видимо как-то через этот жесткий диск запускает винду и все работает но оно работает и видимо никому до этого не удавалось такое провернуть чтобы новый ssd шник он работал ну да чтобы он работал на 775 сокете без всяких там клеверов то есть у меня задача была запустить всю систему чтобы не было клевера то есть никакой флешки за день стоит никого клевера даже сейчас вам демонстрирую сам лишний раз убежу убежусь то что все работает перезагружаем говнюк моргает старый hard на котором была система вот он на 160 гигов он уже отформатировано это когда винду ставил отформатировал так вот смотрим ну давай падла заводить о вот вот порой мне вылезает вот эта ошибка но если я перезагружу компьютер должно все заработать наверное так фокусируйся ты еще раз нажимаю погнали 20 секунд 30 15 секунд уже от полного запуска 20 секунд 25 30 35 40 45 50 50 ну как-то так это все равно во много во много во много быстрее чем у меня было на старом отжатом харде поэтому вот все работает ошибку я уже посмотрел как устранять с виндузом это надо там через консоль что-то печатать либо там просто его привести в порядок ну в общем вы посмотрели все там прошивки биоса даже просто прошивки можно найти в интернете на ютюбе скачивая прошивку на идея фикс как прошивки как прошить биоса тоже можно посмотреть в интернете кто и как не до прошивал биос я вам показал конечно же копеечку благодарность этому человеку скину ну все буду пользоваться удовольствоваться в дальнейшем в планах поменять вот этот вот хард старый на ссдшник сата 3 чтобы запитать его к сата второму и может на него я накачу винду а этот у меня будут как ну постоянный файл то есть что тот ссдшник что этот ссдшник они будут во много быстрее работать чем старые харды то есть потому что у меня фланных от них совершенно полностью уйти так что надеюсь вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал следующее видео будет полный обзор моего вот этого динозавра всем пока пока